Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, в котором мы с вами посмотрим, протестируем, посвочим новую коллекцию от Morphe вместе с коллаборацией с Мэгги Зиглер, той самой девушкой, которая снималась в клипе у Си на песню Chandelier. Девочка выросла и стала такой, знаете, бьюти-гуру. Это было очень давно, но, как мне кажется, до сих пор эта песня, когда вы ее слушаете, вызывает у вас много приятных воспоминаний и какую-то ностальгию. Так вот, в этой коллекции очень много интересных продуктов, таких как палетка, румяна и блески, вместе со стиком, который делает вашу кожу более сияющей и красивой. Но если вы готовы погрузиться в мир красоты, тогда не будем задерживаться и поехали! Начнем мы, конечно же, с палетки. Давайте мы ее вскроем и посмотрим, что же у нас имеется там. Отлично, она завернута, чтобы ничего не разбилось. Открываем ее. Та-дам! Слушайте, ну, что-то в этом есть, что-то есть в этом дизайне определенно. Она картонная и, в принципе, не могу сказать, что она прям супер тяжелая. Открываем. Та-дам! Мне кажется, она очень интересна. Пахнет она, но не очень прям приятно, скажу им честно. Но я думаю, что это будет прикольно посмотреть, как цвета эти вообще лягут. Скажу честно, по первому взгляду мне эта палетка не противна. Мне интересно ее посмотреть, пощупать, попробовать, поиграть с ней. Так выглядят наши свотчи. Очень интересная текстура, я бы сказала, она очень морфовская. Есть оттенки как меловые, то есть ты прям дотрагиваешься до них, и это прям мел конкретный. Есть и хорошие оттенки, такие как, например, металлики. Также в этой палетке имеется один прессованный оттенок, то есть это прям прессованные блестки. У меня имеется новый праймер от Кэт Ван Ди. Этот праймер, он якобы нового поколения, он делает так, что тени остаются у вас на веках, на веках, весь день, никуда не деваются. Плюс ко всему, он, по идее, должен сделать тени гораздо более насыщенными, чем они являются на самом деле. Ну что, давайте уже наконец-то сделаем макияж и посмотрим вообще, стоит ли эта палетка свои 25 долларов или не стоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, вот такой у нас получился макияж глаз с использованием палетки от Maddie Ziegler. Есть много, что сказать об этой палетке, но сначала я хочу нанести оставшийся комплект макияжа, который у нас имеется, а именно румяна и блеск. Румяна у нас в двух оттенках имеются, это оттенок Pinky Swear и оттенок Very Good. Pinky Swear наш, и давайте нанесем его на наши щечки. Вау, как он хорошо раскрывается на коже, то есть это не какое-то пятно румян с таким оттенком очень ярким, который может сначала показаться именно таким, но он очень легко адаптируется к вашей коже и как будто бы на ней что-то такое суфлейное, легкое, просто идеально на лето. Я прям сама в шоке. Вы знаете, очень интересно то, что если вы посмотрите на то, как сама Maddie Ziegler показывает, как делать макияж, у нее есть свой туториал, и это было очень интересно посмотреть, как она вообще говорит об этой палетке, о своей макияжной линии. Ну что, я наложила три слоя румян, и вы знаете, мне очень нравится эффект. И второй оттенок, который мы нанесем на наши щечки, будет Берри. Да, он прям, какой он темный. Он прям капец какой темный. То есть, если розовый, он такой, знаете, не очень насыщенный, он как бы может быть очень насыщенным при нанесении на кожу, но потом он становится таким прям невидимым как будто бы. Но этот, я как клоун, наверное, сейчас, правильно? Блин! Мне это не нравится. Ну, эти румяны, конечно, слишком вызывающие для нашего данного образа, поэтому давайте все-таки мы продолжим с нашими розовыми румяшками, ну потому что это просто не годится. Или, кстати, ничем не пахнут. Вообще ничем. С румянами мы закончили. Теперь перейдем именно к сиянию, потому что сияние лица, это все-таки, согласитесь, визитная карточка 2020. Сияние лица значит, что ты более здоровый, красивый, ухаживаешь за собой и так далее. Можно продолжать бесконечно. Почему она так открывается? Итак, пахнет это сладковато, но не очень приторно, что круто и здорово. Начнем мы, наверное, с носика. Я вообще читала и слышала много разных отзывов про этот стик, но все говорят, что он очень прикольный в плане именно текстуры, в плане того, как он ложится на кожу. Сейчас мы это проверим. Вы видите этот блеск? Конечно же, он разъедает сами румяна, потому что они же кремовые. Но, в общем, если перемешать это все и добавить чуть больше румян, конечно, это все будет гораздо лучше смотреться. Но посмотрите, какой эффект блеска. Этот блеск, он виден сразу, и он не такой прям супер масляный. И он не такой прям супер масляный, чтобы вы понимали. Он, да, ощущается немножко, что он есть на моем лице. Я могу дотронуться до него и понять, что у меня стик находится. Но он приятный, приятно ощущается. Давайте мы еще чуть-чуть добавим. Ну и самое последнее, что я оставила на десерт, это блески. Давайте начнем, наверное, с розового все-таки. Он вообще ничем не пахнет, ничем не сладким, не горьким. Не очень люблю, когда блески ничем не пахнут, если честно. Простой, обычный блеск на самом деле. Кисточка у этого блеска, она немножко не такая, как у всех других остальных блесков. Она как такая лопаточка. Вы сможете нанести блеск этот идеально вот прям по линии губ. Он липковатый, кстати говоря. Такой, если сравнивать, допустим, с блеском от Рианы, да, намного более приятен на губах, чем этот. Но он, в принципе, понятный. За это вы платите 12 долларов блеск и румяна. А за блеск Рианы вы платите 22-23 доллара. Ну что, давайте попробуем наш следующий оттенок уже, наконец-то. Тоже ничем не пахнет, абсолютно. Не имеет почти в себе никакого цвета. То есть я смотрю, что на этот блеск, что на этот. Они все более как прозрачные. У них нет цвета. Вот. Ну, теперь давайте мы поговорим об итогах нашей сегодняшней распаковки. Итак, палетка мне показалась интересной. В плане цветов, интересная концепция, интересный дизайн. Это факт. Здесь очень много такой меловой текстуры. И вы знаете, когда я делала сводч на своей руке, то на моей руке очень многие оттенки. Мне приходилось их дважды делать сводч, потому что сводч просто-напросто не был таким, ну, видным, скажем так. То есть мне пришлось это делать пару раз. Здесь есть некоторые оттенки, которые прям реально очень сложны в обращении. Например, оттенок Go Home. Это такой красивый фиолетовый цвет. На первый взгляд кажется, что он просто косавчик. Просто, наверное, один из самых таких манящих в этой палетке. Он просто нереально сложно растушевывается. Он западает. Да, можно найти к нему подход. И после, может быть, только пятой, шестой попытки вы сможете, наконец-то, сделать все ровно. Вот оттенок желтый, который, он прямо вот как мел. Даже когда я сейчас делаю себе сводч на своем пальце, он прямо не очень однородно даже ложится на мой палец. Изначально, когда я делала этот макияж, я хотела сделать что-то более такое красно-желтое с какими-нибудь спарклами. Но когда я только начала проводить кисточкой моей с желтым оттенком, я поняла, что это не тот оттенок, который как он выглядит, так он и ложится на века. Нет. Он смотрится, ну как, знаете, такой дешевый какой-то желтый оттенок. Мне так показалось. К сожалению. Красный оттенок, который называется Crushed, он тоже немножко не такой, каким он кажется. На самом деле, здесь даже есть небольшие блесточки, он вот на самом деле гораздо лучше лег, чем желтый. Я даже добавила его немножко, немножко в свою растушевку. Он прикольный, если с ним знать, как играться, если знать, на какую подложку его класть. Возможно, он будет очень даже хорошо смотреться. Все остальные вот эти нюдовые, они нюдовые-нюдовые. Единственное, что здесь есть оттенок, оттенок, который называется To The Moon, и это именно прессованный глиттер. То есть он не полностью такой спаркл, как бы нежнятинка, нежный по ощущениям. Это именно прессованный, как у Colourpop, таких много. Прекрасный, очень глиттер, и вообще просто шик. Особенно мне понравился оттенок, который называется God Mom. Он очень красиво у вас ляжет в начале строения глаза. Просто идеален для этой цели, без вариантов. Оттенок Dancing Queen я как раз-таки использовала по всему периметру моего века. Он очень красивый, он нереально классно смотрится. Один из самых таких идеальных оттенков, когда вы делаете здесь макияж именно в фиолетовой гамме. Здесь имеется также оттенок Monochrome, Duochrome. Я имею в виду Duochrome. Имеется оттенок Duochrome. Этот Duochrome, он очень интересный, потому что он имеет в себе такой интересный отлив. Без Duochrome сегодня. Но вообще все оттенки, которые матовые, они насыщенные. То есть даже оттенок Kenny, он кажется таким, ну, такой, знаете, цвет кирпича. Но когда вы наносите его даже на ваш палец, он дает вам конкретный пигмент. Оттенки Mint, зеленый. Они все хорошо, в принципе, смотрятся на ваших пальцах. Но вы знаете, как только вы наносите это все на ваши веки, тут все может вообще поменяться сразу, очень быстро. Вы знаете, все оттенки, которые более-менее такие с спарклами, они хорошо садятся. С ними у вас не будет проблем никаких, скорее всего. А вот уже те оттенки, которые матовые, с ними могут быть проблемы. Поэтому имейте в виду. Хоть здесь и есть какие-то неудачные цвета, неудачная формула, скажем так, все равно эта палетка, ну, мне она понравилась. То есть, возможно, я не буду больше использовать макияж в фиолетовых тонах, но что-то другое. Почему нет? Можно поэкспериментировать. Тем более, 25 долларов это не очень большая цена за вот такой набор цветов и формул. Поэтому вот так вот. Итак, насчет румян. Румяна, они... Чуть не забыла про праймер от Kat Von D. Kat Von D праймер мне понравился. Быстро впитался в мое веко. И я могу точно сказать, что когда я красила этот глаз, я красила его уже вторым, мне показалось, что мой глаз как-то выглядит лучше. Мне было гораздо легче растушевывать. И даже видно, что как-то насыщенность самого макияжа, она больше здесь. Хотя я не прикладывала столько усилий, как на этом глазу. Эта новинка стоит вашему вниманию, просто потому что это революция в плане праймеров. Поэтому попробуйте. Дальше набор из румян и блесков. Я считаю, что румяна, они хорошие, в зависимости от того, какой у вас оттенок попадется. Потому что оттенок, который я взяла, такой более красный. Он прям мне не очень понравился, потому что он делает вас клоуном. Даже если вы очень хорошо вбиваете его в ваше лицо, а это текстура, которая именно суфлейная, он никак не растягивается по вашему лицу, как это сделает оттенок розовый. Это оттенок Pinky Swear, просто бомбический, он шикарно смотрится, делает ваше лицо выглядеть натуральным. Что-то есть в этом корейского, корейский такой стиль, да. Это 100%. Мне понравился. Он очень хорош на лето, это факт. И вам его хватит тоже надолго, потому что вам нужно всего лишь чуть-чуть, чтобы сделать ваше лицо румяным и розоватым. И блески, которые шли в этом наборе, я считаю, что они просто бесполезны, потому что в них нет цвета, они немножко липковаты. И как бы вот просто я не знаю, я бы не купила эти блески сама по себе. Да, тут интересная кисточка, тут интересный такой прозрачный дизайн. Но сами блески, они как-то не несут никакой самословой нагрузки в этом сете, потому что самое лучшее, это, конечно же, у нас румяна в этом наборе. И все, блески нет. Но, в принципе, сет за 12 долларов с блеском и румяном, опять же, это неплохо. Последнее, что у нас имеется, это стик от нашей Мэдди Зеглор. И этот стик, он интересный, он интересный, но, вы знаете, он мне чем-то напомнил, кстати говоря, стик от Seat и их стик, который называется Dewy Sticks. Вот, примерно та же самая у них, кстати говоря, текстура, только, как мне кажется, даже этот стик, он немножко будет жирнее, чем этот. Они оба, по сути, как будто бы масло, которое вы носите на ваше лицо и, в общем, вы сияете. Я, если честно, небольшой фанат этих стиков, я предпочитаю именно хайлайтеры в запеченной форме, типа Hourglass или там Наташа Динона, например, или что-то еще. Вот, но эти, не знаю, это хороший стик, но на лето, сами понимаете, все ваши волосы будут в этом стике, весь телефон ваш будет в этом влажном веществе, да. Я не знаю, засох ли он у меня, нет, он не засыхает, он именно остается таким влажным и никуда не девается. Поэтому стик и блески под вопросом, все остальное мне понравилось. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось больше всего в этом наборе. Считаете ли вы, что праймер реально помог моим теням выглядеть лучше, а не, кстати говоря, на этом глазу, тени с праймером. И скажите, пожалуйста, что вы думаете вообще о новой палетке от Мэдди Зеглер? Считаете ли вы, что это вау или не очень вы бы это не купили, даже за 25 долларов? Мне будет очень интересно почитать их. Так что спасибо большое, ребят, за ваш просмотр. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии внизу. Я все читаю, ни одного не пропускаю. Так что я с вами не прощаюсь, ребят, еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok